Здравствуйте, дорогие ученики, уважаемые учителя! Тема сегодняшнего урока – проценты, третья часть. Если увеличим число на 30%, то будет 130%. А затем, чтобы увеличить на 20%, умножим на 1,2. Будет 156%. Знать число увеличилось на 56%. Задача вторая. На сколько процентов изменится число после того, как увеличим его сначала на 2? 30%, а затем уменьшим на 20%. Если число увеличим на 30%, то будет 130%. Теперь уменьшим на 20%. Будет 80%. Поэтому умножим на 0,8. 104%. Число увеличилось на 4%. Теперь посмотрим обратную задачу. Задача третья. На сколько процентов изменится число после того, как уменьшим его сначала на 30%, а затем увеличим на 20%. Чтобы уменьшить на 30%, это все равно, что 70%. Теперь увеличим на 20%. Теперь увеличим на 20%. Умножим 1,2. Будет 84%. Значит число уменьшилось на 16%. Задача четвертая. В школе 60% составляют мальчики. Найти количество учащихся, если мальчиков на 180% больше, чем девочек. Речение. Первый способ. Создадим пропорцию. 60%. Икос. А девочки здесь 40%. Икос минус 180%. Теперь умножим по крестику. 60 икос минус 10800 равен 40 икос. 60 икос минус 40 икос равен 10800. 20 икос равен 10800. Икос равен 540. Значит мальчики 540. А девочки вычтем 180, будет 360. Общий учащийся 900. Второй способ. Второй способ. Мальчиков на 20% больше, чем девочек. 20% у нас 180. Найдем 100%. Умножим по крестику. Икос равен 18000 делим на 20. Икос равен 900. Значит у нас количество учащихся 900. Задача пятая. Цену товара подняли подряд три раза на 20%. И товар стал стоить 86400 сумм. Найти первоначальную цену. Решение. Первоначальная цена товара была 100%. Когда первый раз подняли цену на 20%, прибавим. 120% будет 120%. Когда второй раз подняли цену на 20%, умножим 1,2. Третий раз опять подняли на 20%, еще раз умножим 1,2. Будет 172,8%. Теперь создадим пропорцию. 172,8%. 8600. Найти 100% этого числа. Икос равен 50000 сумм. Спасибо за внимание. До свидания.